Пасека в лесу Какой взрыв пошел Скачет горошина града Так как же обстоят дела На погибающей пасеке Примерно вот так Кто-то летает Кто-то делает облет Когда принимал дела здесь Было 14 Вернее не было 14 Было 18 Произошло сокращение До 14 За счет Трутневелых маток Пчел Погибающих от водков Ну вот на 14 падения Удалось Остановить Ну и пошел Такой Небольшой Относительно Рост Сейчас пасека Насчитывает 35 Семей И от водков Вот Моются ульи Делаются Безматочные Отводки Будем выводить Маточек На следующей неделе Я уже закончил Пока Первым этапом Выводить у себя Хочу привезти Своё оборудование И Продолжить работу Здесь Почему Я принял это решение Потому что Допустим В семье Это не 47 Это 12 Семья Мыли улики Не переставили Номерацию Здесь Вообще Очень слабая семья Требующая Постоянного Подселения Матки Как я раньше говорил Здесь Не менялись Никогда Вот Это вот сегодня Облёт Представлю Такое количество Пчелы На облёте Нету молодой Пчелы Некому Принести Питание Вот Поэтому Делаем Сироп И Пытаемся Выходить Пчелок Ну Есть Результат За счёт Подселения Подсиливания Вернее Слабой Семей Ну Вот Тут Тут Никто Не живёт Пока Там Где кирпич Как я говорил Стоит Вот так Вот Никто Не живёт А где лежит Плашмя Там Значит Есть Вот Сегодня Здесь Выводил я Маточку Тоже Отрутневелая Семья Была Вернее Матка Отрутневела Убрали её Вот И я решил Вывести Первую Матку Свою Но я смотрю Несут Обножку Может Даже Расплод Появился Вот Посмотрим Это семья Под номером 43 Вот Слабенькие Семьи Были Конечно 46 Была Сильная Семья Но Начала Откладывать Маточники Тихой Смены Вот Непонятно Что творится Ну Маток Не меняли Я говорю Что здесь нашел Матку С белой Меткой Можете Представить Пятилетней Давности Матка Вот Ее К сожалению Пчелы Сами И придушили Вот Ну Сейчас Обед был Пообедали Хорошо Тихо Здесь Птички Поют Везде Растут Красивые Одуваны Вот Территория Конечно Огромаднейшая Есть Плодовые Деревья Вот Это Вот Вишня Рядом Тоже Вишня И Вы Знаете Очень Большая Груша Груш Очень Много В лесу Груш Ну Поработаем Немного Вот Семья Которая Дала Жизнь Вот Видите Вот Эту Две Рамки Делал Подсиливание Вообще Загибалась Вот Ну Сейчас Уже Они Начинают Строить Это Рамочка Недостроенная Вот Здесь Я трогать Не буду Хочу Добраться Вот То есть Понимаете Семья Ожилы Она Уже Можно Сказать На Вот Сейчас Я Подставил Рамку Медовую И Получается Что Здесь Три Шесть Девять Рамок Ну Конечно Для Девяти Рамок Это Мало Пчелы До Конца Силы Не хватает Строить Но Тем Не Менее Мы Видим Уже Здесь Какой Засев Печатается Сразу То есть Свежую Рамочку Вот Ну Вот Таким Образом Воюем Воюем Или Работаем Как правильно Сказать Ну Вот И Местная Маточка Здесь Казалось На Крайней Рамке Конечно Определить Породу Возраст Невозможно Вот Видите Кормит Кормит Охрана Ее Вот Ну Здесь Да Поверх Вот Мы Видим В черной Причерной Рамке Есть Есть Уже Там С молочком Сеет Крайней Поэтому Я Доставлю Еще Одну Рамочку Ну Рамки Ужасном Состоянии Такая Вот Природа У нас Дятел Да Дятел Кушает Мед Прошлогодний Вот Интересный Случай На Этой Пасеке Это Семья Под Номером 23 Погибала Отводочек Там Горсть Пчелы Было Начал Я Его Усиливать С самого Начала Вот Ну И Сейчас Посмотрим Усиливать Я начал Вот С этой Рамки Вот Видите Это Рамка С первых Четырех Улев Которые Я Привез Отводок Ожил И я Начал Поставлять Соответственно Вощину Вощину Стали Тянуть Стали Тянуть Неплохо Вот И Я Понимал Что Здесь Старая Матка Вот И Матка Засеяла По Человечески Это Вот Отстроили Рамочку Они И Они Заложили Маточники Хорошие Свящевые Маточники Возможно Это Маточники Тихой Смены Вот Но Тем Не Менее Это Даст Возможность Не Вот Этот Маточник Уже Запечатан Даст Возможность Сейчас Дать Безматочной Семье Хороший Маточник Вот А Семья Так Начала Развиваться Этот Отводок Неплохо Если Посмотреть По Улочкам То Начиная Отсюда Вот Три Шесть Девять Десять Рамок Можно Было Выводить Уже Следующим Этапом Через Неделю На полный Корпус Но Матка Решила Замениться Ну и Слава Богу Будем Менять Вот Она Наша Первая Маточка Еще не Раскормили Черная Не Облетелась Наверное Еще Крылья Большие Лететь Будет Быстро Ну А Вечером Я Конечно Прилетаю К своим Отводочкам Посмотреть Что Да Как Надо Посмотреть Как Маточники Не Разгрызены И Попробовать Сделать Еще Несколько Отводков Так Что Ребята Отдыхать Нам некогда Надо Работать Я Сегодня Наверное Сейчас Посмотрю Что Там С Маточниками У нас Ну Вот Вроде Сидят Греют Сейчас Еще Один Посмотрим И Будем Работать Ну Да Заполюсовали Вчера Ну Ладно На одном Отвод Один Отводочек Стал Послабее Потому Что По всей Видимости Пчела Слетела Вот Хотя И Старался Вечером Делать Чтобы Поменьше Слетела Но Есть Возможность Все время Усилий Самое Главное Чтобы Вышли Матки Самое Главное Чтобы Облетелись Как Я уже Сказал Что Я С Медосбора Часть Пчелы Заберу Возьму Все Это На Отводки Буду Разводить Пчелу Заниматься Вот Ну а Мед Мед Он Нужен И Пчела Тоже Нужна Ребята Всем Пока До Новых Встреч Да Включение Про Этот Старый Улей Я Говорил О том Что Я Не буду Никогда Ловить Раи Вот Но Понимая То Что Очень Много Нужно Пчелы Для Отводков Матки Надо Выводить Нужны Отводки 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 Вот И Поэтому Я решил Поставить Один Улей И еще Один Рядом Поставлю Старенький Вот И Вот Смотрите Уже Пчелка Какая-то Кружится Может Развещится Не знаю Может Прилетит Какой-нибудь Троишка Ко мне И У меня Получится Дополнительная Пчела На Отводки Ну Все Теперь Всем Пока И До Новых Встреч